Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Дистилье. Сегодня мы будем готовить с вами виски по белой схеме. Это означает что брага наша будет без бруха, то есть мы должны будем с вами отфильтровать и поставить чистое сусло бродить. А для этого мы воспользуемся аппаратом люкстайл 7 обновленным. Устанавливаем фальш дно и заливаем воду. Но перед этим необходимо поменять кран. Штатный кран вот такой. Мы меняем который на три четверти. Мы меняем на тот который с узла отбора. Это получается у нас один дюйм кран. Всё, мы его с вами заменили. Зачем мы это сделали расскажу чуть позже. Всё, сейчас заливаем с вами воду. 28 литров. У нас будет гидромодуль 1 к 4. То есть мы будем с вами использовать 7 килограмм свода и 28 литров воды. Нагреваем воду до 60 градусов. Турбо закрываем крышкой, чтобы быстрее прогрелась. У нас для контроля температуры устанавливаем температурный датчик и следим за тем как у нас растет температура. На 50 градусов мы должны будем с вами приостановиться, чтобы засыпать свод. Свод будем использовать базовый. Температура достигла 50 градусов. Открываем крышку и засыпаем свод. Пересыпаем свод и помешиваем. Свод пересыпали. Теперь перемешиваем всё. Температура немножко опять, видите, упала. Довернулась до 48 литров. Сейчас уже потихоньку опять набирается. Теперь нужно перемешивать. Это и называется затирание. Видите, вода стала абсолютно непрозрачная. Вот такая молочная стала. Такое получается у нас сводовое молоко. Сейчас начинают работать ферменты. Нужно не постоянно, но с какой-то периодичностью перемешивать. Во-первых, это помогает температура, чтобы у нас лучше проходила. А потом сейчас у нас теплая нагретая вода. И сейчас сложнее подниматься наверх из-за того, что зерно мало сыпало. Поэтому нужно помогать перемешивать слой и поднимать, чтобы происходило движение. Доводим температуру до 65 градусов и делаем паузу. Паузу делаем где-то на часа на полтора. Итак, у нас 65 градусов. Выключаю нагрев. Как следует еще раз перемешиваю. Закрываю крышкой. И оставляю на полтора-два часа на осахаривание. Все, крышкой закрыл. Теперь оставляем на полтора-два часа на осахаривание. Периодически подходим и помешиваем. Если температура упадет ниже 60 градусов, желательно держать и удерживать на той же температуре. Именно для этого я одел, если вы заметили, рубашку. То есть рубашка нам помогает удерживать температуру. Заданную температуру. Ту, на которой мы остановились, скажем так. Вот. Если будет немножко температура уходить, значит включаем подогрев. Ну и не забываем помешивать. Я еще раз повторяю. Там раза четыре-пять за это время надо будет подойти и помешать. Ну что, прошло около полутора часов. Температура также у нас 65 градусов. Открываем. Смотрите, верхняя часть, видите, уже осветлилась, даже такая прозрачная стала. Давайте сделаем с вами йодистую пробу. Вот я ее докапнул. Вот сусло. И вот нужно вот так вот соединять. Если потемнеет, посинеет, значит у нас остались еще крахмалы. Если видите, вот как сейчас ничего никак не меняется цвет, то есть вот просто посветлее стало, значит это означает, что все полностью осахарение прошло. А это означает, что нам необходимо сейчас набрать температуру до 80 градусов для того, чтобы остановить действие ферментов. Зачем останавливать действие ферментов? Затем, что если мы ферменты не остановим, то там происходит дальше изменение и сбраживаемая сахара, могут перейти в несбраживаемый сахар. То есть в итоге мы получим меньший выход. Поэтому включаем нагрев. И греем. Нагреваем до 80 градусов. Когда мы уже близки с вами к завершению, видите, 78 градусов, мы должны с вами начинать фильтровать сусло. Открываем кран и пускаем тонкой струйкой вот в чашку. Набрали и перелили сверху. Переливаем аккуратно, не быстро, не спеша, чтобы не сломать вот этот наш фильтрующий слой, который получается уже из нашей же дробины. И до того и в степени пока не станет прозрачным. Вот когда станет прозрачное сусло, значит тогда уже все, получается мы уже, оно уже, появился уже фильтровальный слой полностью. И можно с вами начинать уже охлаждать сусло. Итак, на градуснике у нас 80 градусов. Это означает, что можно отключать нагрев. И сейчас устанавливаем холодильник. Сюда на штатное место устанавливаем холодильник. Вот нашего самогонного аппарата, люкстайл 7 обновленного. Итак, мы подключаем вот таким образом наш холодильник. Соединенные, оба они, видите, соединены в один. Снизу подключаем воду, потом переход с одного на другой холодильник. И дальше вода у нас уходит на слив. Все. Открываем кран аккуратно. Все. Таким образом остужаем. Температура, ну, где-то в районе 40, наверное. То есть еще можно чуть-чуть подуменьшить. Вот так. Все. Сейчас вот температура идет в районе 35 градусов. Спокойно, видите, я рукой могу держать. Все. Сливаем воду. Сливаем, что-то сусло. Сейчас, когда у нас появится сверху дробина, надо будет еще пролить, промыть. То есть где-то литров 5-6 нужно пролить чистой водой, чтобы все сахара наши смылись с дробины. Сейчас попытаюсь показать вам температуру сусла. Плотность сусла получилась 16%. Все, видите, 26 градусов получается. Все, можно спокойно засыпать дрожжи. И параллельно я сейчас начинаю дальше делать. То есть где-то, видите, получилось тут, ну, на пол бочки где-то. Чуть меньше даже. Сейчас буду делать вторую такую же засыпь. Ну, пока полную бочку не сделаю. Вот у меня тут дрожжики. Это винные дрожжи хорошие. Вот сейчас вот зерновых нету специализированных. Будем сгораживать винными. Все. Все, насыпал дрожжики. Сейчас они сами намокнут, утонут и начнут работать. А я пока в это время подготовлю вторую порцию. Наша брага отыграла. Все, сейчас давайте откроем и посмотрим, как там, что, чего выглядит. Это я чуть-чуть постучал, чтобы у нас все капельки там не ссыпали, которые испарились. Посмотрите, как выглядит. Это вот прям пиво. И пахнет прям пивом. Вот натуральное пиво. Итак, посмотрите, у нас получается 6% где-то, ну да, вот если газики, чтоб ушли, 6% сахаристости осталось. То есть, ну, достаточно много сахара, но уже не играет. Все, брожение остановилось. Получается, что остальные сахара у нас не сбраживаемые остались. Но да бог с ним, ничего страшного такого нет. Аромат именно пивной. Все, переливаем сейчас это в куб и начинаем перегонять. Посмотрите, абсолютно такая пивная пена стоит. Вкус я попробовал, ну, просто пиво, натуральное пиво. Вкуснятина. Сейчас будем перегонять с помощью обновленного Люкстайл 7. Сейчас устанавливаю оборудование и запускаю нагрев. Налил, видите, не под самый верх, на всякий случай, потому что, видите, пенится достаточно сильно, чтобы у нас ничего не получилось там, не убежало. Итак, оборудование, посмотрите, я собрал, но хочу показать вам два варианта сборки. Значит, как я и говорил, вот такой вариант без царги. Вот, сейчас покажу сдалека. Вот, видите, как выглядит. Кран у нас сверху, перекрытый. Здесь отсюда кран мы убираем. Все, и у нас дистиллят, идет сразу в холодильник, пар поступает на конденсацию. Либо, можно установить вот сюда царгу. Желательно, в данном случае, медную царгу устанавливать, для того, чтобы все сернистые, которые в нашей браге, оставались на меде. Для лучшего контакта с медью, можно дополнительно в царгу добавить еще медные пыжи. В комплекте идет один пыж, если вам необходимо, если вы работать будете много с, как раз, зерновыми или фруктовыми брагами, то на сайте также можно дозаказать дополнительно еще медные пыжи. Оборудование собрано, я установил медную царгу. В нее поставил два пыжа медных дополнительно. И запускаем нагрев. Нагрев сразу делаем на 3,5 киловатта, чтобы максимально быстро у нас нагрелось. И быстрее пошел дистиллят. Не забываем закрыть кран в верхней части, чтобы у нас пары не ушли в воздух. Все, ожидаем нагрева. Термометры, которые сейчас в обновленном Lextail 7, гораздо лучше показывают. У них точность прям вообще идеальная. Я бы сказал, то есть проверял. Кстати, вы можете свои термометры сразу проверить, сверить показания. То есть закипятить воду кипятильником или чем-то в стакане. И опустить термометры, те, которые вы знаете, которые показывают правильно. И вот эти термометры. И сразу сделать пометочки, если вдруг будет расхождение. На термометры я для себя ставлю там сверху здесь здесь пометку маркером. Значит, насколько там на 0,1, на 0,5 градуса может расхождение быть. Но в данном случае я проверял очень даже точные термометры. Вот. Да, и вот из-за того, что здесь сейчас силиконовая трубочка, как бы там такая, там зажим уплотнитель стоит. И когда поджимаем гайкой, вообще, видите, вот он не шелохнется. То есть ни туда, ни сюда, ни от них не крутится. И не проворачивается, ничего с ним не делается. Вообще, очень хорошо. Сейчас вот прям идеальненько получается. Температуру, когда варил сусло, проверял термометром, который установлен снаружи. И вставлял термометр непосредственно жидкости и замерял. Ну, тоже температура, ну, прям, одинаковая. Из-за того, что гильзу сделали тонкостенную, а она теперь, ее температура прям моментально изменяется. И сразу можно показания все снимать. Все, сейчас у нас температура в кубе 17,9. Дожидаемся первых капель. Температура в кубе уже 74,8. Я бы дал насть водичку вот таким примерно. Объемом, то есть, ну, небольшой, немаленький. Все, пошли у нас первые капли. Посмотрите, уже струйка аж потекла. Первые капли прошли на температуре 96 градусов. Но немножко у нас начал проскакивать за хлюп. И в связи с этим я уменьшил мощность до 2,4 киловатта. Потому что немножко все-таки она у нас запенилась. И я пришлось уменьшать мощность. Сейчас я еще даже, наверное, уменьшу. Так вот где-то на душечке. Все, и теперь оставляем спокойно. Сейчас первый сойдет где-то там около литра. Тогда можно будет опять увеличить до 3,5. Уже так пенится не будет. И можно будет спокойно перегонять. Итак, отбор для стелята подходит к концу. Посмотрите, температура уже 100,4 показывает в кубе. Ну, конечно, в данном случае идет немножко подырание. То есть на 100 градусах, видите, немножко погрешно все-таки появляется. То есть на самом деле сейчас где-то 100 градусов. Потому что идет сейчас вода. Вот, посмотрите, крепость у нас, видите, 0. То есть отбираю сейчас ароматную воду. Все, уже как бы до нуля отогнал. Немножко воды отобрал. В принципе, буду выключать. Аромат получился очень интересный. Не такой, как при перегонке каши. При перегонке, когда идет по красной схеме, получается все-таки ароматика каши преобладает. При перегонке получения спирта сырца. У него больше такой вот именно на кашу похожий аромат. Ну, в данном случае у нас именно такой вот аромат. Не знаю, даже такой вот какой-то сладостный какой-то. Но не каши. Злаков, понятно, что злаки. Но это не каша. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, очень интересно. Сейчас я залью вторую партию. Перегоню. И далее уже продолжим с вами на дробной перегонке. Мы получили спиртсерец с вами. 17 литров. Сейчас давайте замерим с вами крепость. Спиртсерец получился у нас общей спиртурностью 18%. Ну, я добирал, потому что ароматные вот эти вот водички. Получилось чуть меньше, чем обычно. То есть, по большому счету, я как бы взял тот объем спирта сырца, ну, примерно, который как бы и должен был бы взять. Для того, чтобы сделать расчет дробной перегонки, нам необходимо воспользоваться программой дробная перегонка. Итак, давайте теперь внесем всю информацию. Начальные данные. У нас с вами крепость была 18%. Температура 20%, объем 17 литров. Все, воды мы не добавляли, поэтому нажимаем на клавишу рассчитать. И у нас получается, что крепость в кубе 18%, а количество абсолютного спирта 3 литра, 60 миллилитров. Далее мы должны с вами установить параметры, которые нам мы считаем правильными при отборе голов и хвостов. Здесь вот голов 3%, подголовь и 7%. Так вот и оставляем, да? Далее предхвостей. Предхвостей, я считаю, что нужно отбирать предхвостей и хвостов 15%. Это то, что отбираемая часть, а неотбираемую часть сделать 10%. Итого, получается, что у нас тело 65% остается. И давайте посмотрим, значит, голову 3%, то бишь 92 миллилитра. Подголовьи 7%, то есть 214 миллилитров. Тело примерно 65%, то есть около 2 литров. 1989 миллилитров. Предхвостей 15%, это 459 миллилитров. И хвостов 10%, 306 миллилитров. Но мы их отбирать с вами не будем. Все, информацию мы внесли с вами, расчет сделали. Теперь начинаем перегонку. Для этого нажимаем на клавишу начать перегонку. И переходим в журнал, в котором мы можем с вами вносить всю информацию. То есть, сколько у нас, какая там температура. Например, 22 градуса. При отборе мы отобрали с вами голову. Замерили температуру 22 градуса. Далее, сколько мы миллилитров с ней забрали. Вот у нас там 92 было. Вот мы там пишем 92 миллилитра. И спиртуозность. Вносим спиртуозность. Все, далее нажимаем на клавишу плюсик. Это означает, что данные наши должны войти в наш дневник. И так далее, и так далее. То есть, все данные вносим в дневник. И он вам будет все подсчитывать с вами. Итак, для того, чтобы сейчас сделать дробную перегонку, нам необходимо засыпать сюда СПН. У нас есть вот такой рулончик РПН медный, который мы с вами должны поместить в нашу царгу медную. Опускаем его до самого низа. После установки ПЖА устанавливаем воронку. И насыпаем насадку, которую перед этим, конечно же, необходимо неоднократно вымыть, прокипятить. Для того, чтобы убрать маслянистость, вот эту, которая необходима для навивки. Кроволочку смазывают. Специально для того, чтобы она хорошо навивалась. Насыпаем для зерновых. Желательно насыпать от 1,3 до половины царги. Кто хочет получить именно такой белый напиток с легким вкусом и ароматом, тогда уже можно там и полную насыпать. Ну вот, я бы советовал, наверное, 2,3 для такого напитка, для питья в белом виде. Я же буду насыпать где-то половинку. Мне хочется в белом виде, но при этом, чтобы был, еще аромат все-таки оставался. Засыпали и проверяем. Вот пивной кеги я использую. Раз, замерили. И здесь, вот видите, сейчас мы засыпали чуть меньше половины. То есть, еще немножко нужно досыпать. Одновременно, видите, здесь вот на кончике она такая, как бы, ну, закрытая. То есть, ей можно немножко подтрамбовать. То есть, я вот сейчас замеряю. Вот видите, половина. Даже немножко побольше. Еще раз перепроверяем. Ну да, даже чуть-чуть побольше. Ну ничего страшного, оставляем так. Немножко вот это пристучали. Не наталкиваем, не бьем сильно, как бы там, не утрамбовываем. А так слегка просто чуть-чуть, чтобы оно осело у нас. Все. Можно устанавливать оборудование. Итак, оборудование собрано. Посмотрите, в каком виде собрано. Медная царга, заполненная до половины СПН. Далее у нас идет узел отбора. Холодильник, кран, поворот на 90 градусов и еще один в холодильник. Ну и далее носик с трубкой связи с атмосферой. Все. Спирсерец залит. Сейчас я включаю ТЭН и начинаем нагрев. Все. Теперь ожидаем нагрева. В куб я установил вот такой вот термометр, на котором сейчас ставлю температуру 70 градусов. Это температура, после которой мы включим воду на охлаждение. Все. Далее у нас установлен термометр один в царгу и второй термометр у нас устанавливается непосредственно в узел отбора. Как видите, температура у нас подошла уже к 70 градусам, то есть уже необходимо подключать воду. Сейчас я вот увеличу. Следующая у нас, когда сработает, термометр будет 92 градуса. Все. Сейчас включаем воду. После того, как подключили воду, убавляемая мощность до 2 киловатт. 2 киловатта или 1,8 киловатта делаем. И оставляем работать колонну саму на себя. После того, как колонна отработает саму на себя и вот выровняется температура. Вот как сейчас. Вот сейчас, видите, уже у меня в принципе так выровнялось, уже не скачет. 77,8 держится постоянно. Вот. Можно будет начинать отбор. Видите, 77,8 у меня уже стабильно держит. Уже где-то минут 15 у меня работает колонна себя. Может минут 20. Я специально не засекал. Вот в районе такого. Сейчас я открываю кран. наполовинку. Сейчас ожидаем первых капель. Первые капельки у нас пошли. У него здесь вот катится. Видите. Вот. Началось первые капли падения. Даем время немножко. Посмотрим, как часто будут капли у нас капать. Нам необходимо добиться 1-2 капли в секунду. Сейчас вот быстро пошло. То есть немножко нужно будет убавить. Я немножко больше открыл. Видите, нас устраивает такая скорость капельок. Убираем голову. Очень быстро настраивается. Очень удобно. Я думал, что из-за того, что у нас кран все-таки надюем, будет сложнее настроить. Ну, то есть надо будет немножко поиграться, чтобы выбрать то положение, в котором именно можно будет убирать голову. Но нет. Все осталось так же. до середины открываешь и как раз получается вот такая скорость. Все, отбираем сейчас голову. Напоминаю, нам там необходимо было отобрать 94 миллиграмма. Все, сейчас отбираем. Итак, 100 миллиграмм мы отобрали голову. Давайте замерим спиртозность. Спиртозность у нас получается 95%. 95%. Все, сейчас отбираем теперь подголовья. Информацию вносим в нашу табличку. Голову мы отобрали и вносим информацию. у нас 20 градусов температура. 100 миллилитров мы отобрали и крепость 95%. Нажимаем на плюсик и вот у нас выпадает сообщение, что отбор голов завершен. нажимаем клавишу да и видим с вами, что мы отобрали 100 миллилитров 95% то есть это 95 миллилитров абсолютного спирта. Тем самым мы полностью перекрыли то количество, которое необходимо было отобрать. Нужно было отобрать 92, мы отобрали 95 миллилитров. Следующие данные будем вносить уже в подголовье. То есть температуру также и миллилитры. мы отобрали 240 миллилитров подголовье. Температура 29, ну почти 21. Сейчас давайте замерим какая крепость. Крепость 95 ровно. Сейчас вносим в табличку и посмотрим. По-моему мы уже все отобрали все, что нужно было. Отбор голов завершен. Берем другую емкость и начинаем отбирать уже тело. Ближе сейчас переставлю. все. Отбор тела начался. Теперь открываем кран на полную катушку и отбираем тело. Температура немножко у нас подпрыгнула. 78 ETI 4. Но она поднялась как мы начали отбирать тело сразу почему-то до 78 4 был момент когда она поднялась но остановилась и хотел останавливать отбор чтобы стабилизироваться но она сама стабилизировалась я уже не трогал все смотрите с какой струйкой пошел отбор тела крепость при этом посмотрите у тела у нас получается 90 92 процента 92 сейчас температуру еще померяем чтобы точно быть не голословным грубо говоря 20 градусов то есть 92 процента спиртов у нас идет у тела аромат сейчас поднимаем аромат есть причем очень даже сильный очень приятный аромат но он такой чистенький без вычурности тут конечно ростовых не так много но именно очень чистый аромат солодовый очень приятный не знаю как там будет после разведения очень хочется уже попробовать первые пол-литра отобраны 91% спиртуозность 91% спиртуозность аромат прямо присутствует очень приятный классный очень мне нравится супер скорость получается отбора тела 2 литра 700 миллилитров 2 600 с копейками это просто бомба при том что мощность нагрева сейчас 1.8 там с копейками 1.9 просто обалденно что еще можно пожелать молодцы конечно это тут изменение узла отбора оно прям очень серьезно сыграло свою роль ну что мы отобрали сколько собирались там получается литр 900 чуть-чуть меньше чем должны были ну температура видите уже поднялась 93 градуса поэтому все сейчас переставляю другую емкость начинаем отбор предхвостей все предхвостя мы эти соберем и отправим на ректификацию готовый продукт сейчас будем с вами разбавлять чудный конечно аппарат чудно что добавили вот этот кран надюем да и вот то что сделали здесь кламповые соединения что очень удобно посмотрите мы уже отбираем хвосты а у нас до сих пор все еще 78,5 верхней части и очень стабильно все держится то есть никуда не скачет не прыгает все держится на месте в кубе 94 все отбираем хвосты я уже там где-то 250 мл отобрал вот тут уже поставил второй бокал интересно во сколько хвосты я немножко прижал и вот на самом деле по аромату сейчас идет спирт ну я его уже не отбираю по 72 раз на вот таком вот такой небольшой засыпки спн я считаю что там все равно проскакивают хвосты уже смысла бороть нет то есть все что уже идет когда в кубе более 92 93 градусов это уже начинаются уже хвосты вот я останавливаюсь на 92 и как только перешелкиваюсь на 93 я сразу останавливаюсь и перестаю брать не жадничаю что могу сказать аппарат мне очень понравился как работает то что очень быстро можно отбирать тело можно легко настраивать отбор голов без всяких проблем все классно медь отлично тоже себя показала ароматика у продукта мне очень понравилось и понравился сам способ тоже который я сейчас сделал буду точно делать по белой схеме последующие зерновые перегонки а сейчас напиток как я уже и сказал разбавим отдыхать и продолжение на дегустацию время дегустации зернового дистиллята пришло мы с вами сделали данный дистиллят из ячменного сода я специально так накрыл чтобы ароматикой у нас не уходил сейчас давайте с вами посмотрим на цвет аромат то есть ну немножко сейчас охладил я его специально он такой видите у нас немножко даже запотел бокал на самом деле абсолютно прозрачный напиток получился вот и вот давайте посмотрим насколько он жирный посмотрите какая жирность получилась у напитка у этого при том что крепость была такая 91 просто один процент да вот данная колонна она позволяет оставлять и ароматику и скорость и вообще ну то есть все получается классно напиток получился прозрачный давайте теперь на ароматику в аромате очень ярко отчетного чувствуется именно ячменный солод сладость этого солода вот все эти медовые все эти цветочные все зерновые нотки все перед передано в этом аромате данный напиток прям вот ну не знаю по мне так это конечно получается гораздо круче чем по красной схеме я до этого просто практически всегда делал всегда по красной схеме по белой схеме только пиво варил дистиллята считалось что для себя так планировал всегда и думал что нужно делать по красной схеме будет более больше аромата будет больше вкуса оставаться но сейчас изменил свое мнение и считаю что ароматика в данном случае более чистая и более да более все таки вот яркая здесь нет в аромате но так вот это вот разваренная каша то есть разваренности нету здесь именно чистый аромат солода давайте попробуем на вкус очень мягкий получился напиток очень мягкий с легкими вот такими сладкими нотками интересными это будет просто под высшей вискаре жалко что в малом количестве получилось в следующий раз очень сильно буду следить за температурой чтобы больше у нас не остановилось брожение потому что в этот раз все таки у меня брожение остановилось него сложно повторно запустить нужно было тогда опять кипятить для того чтобы запустилось брожение я уже не стал и решил сделать дистиллят конечно выход получился поменьше чем я планировал но я сейчас хочу сделать именно дистиллят по белой схеме на целую бочку обновленный люкстайл 7 показался просто отлично претензий к нему или вопросов вообще никаких нет все сейчас просто на высшем уровне и скорость отбора и ароматика и возможно здесь делать тектификат все у этого аппарата сейчас есть и полный комплект а на этом на сегодня все ставьте лайки кому понравилось подписывайтесь на мой канал до новых встреч субтитры